Первый тип диабета. Вот надо сказать о тех болезнях, которыми мы не можем управлять. Или можем управлять частично. Это врожденные и травмы. Когда человек получил травму и что-то повреждено, можно молиться о чудотворном исцелении, но вот просто заботясь о теле мы не сможем вырастить ногу или швить поврежденный нерв. Требуются хирургические вмешательства. Тоже касается врожденных болезней, а они проявляются до 12 лет где-то, в семье. Эти болезни основаны на поломках ДНК, как диабет первого типа. Второй тип не привязан к генам, потому второй тип диабета существует незаконно и излечим заботой о теле. Мы поэтому имеем много очень историй в выздоровлении людей. А вот первый тип, что мы можем добиться? Мы можем, зная, как развивается диабет, это составляющая. Голова, потому что отсюда гормональная система управляется. Потому уход за головой, раз. В большей мышечной железе вырабатывается инсулит. Уход за животом в режиме кино, два. И третье, что надо знать о диабете, что он осложняется сосудистом. Через сосуды в ногах, в почках, в глазах, в первую очередь. Поэтому за благовременно, уже профилактически, прикладываем усилия к сосудам. Благодаря такому подходу мы можем где-то в полтора-два раза снижать инсулинотерапию. При этом добиваться нормализации сахара в крови до почного порога, то есть до 8 мм. То есть там норма от 3,3-5,5 до 8 мм, почный порог 8,8 мм. Приходит в норму сахар, инсулинотерапия снижается, люди начинают расширять диету. Ну вот такие эффекты у нас доказывают.